всем привет друзья хочу порекомендовать вам канал парня который будучи очень худым решил заниматься спортом пошел в тренажерный зал и на данный момент набрал уже 7 килограмм он открыто снимает весь свой путь рассказывая все в очень интересном формате и каждые три месяца делают отчет о своей трансформации переходите по ссылочке в описании оценивайте подписывайтесь и развивайтесь вместе с нами сегодня я расскажу о том без чего турникмены просто уже не могут тренироваться это применение спортивной магнезии идеальное сцепление с турником очень важно в воркауте но если турничок оказался скользким то даже очень мощный хват не поможет при хорошем сцеплении с турником и сильном хвате вы сможете намного дольше висеть на турнике это увеличит ваши показатели в подтягиваниях на максимум и в многих других упражнениях и элементах также воркауте очень важен и глубокий хват он позволяет выполнять некоторые элементы например подтягивания в переднем весе медленный выход на 2 выход принца на 2 и многие другие также глубокий хват и магнезия необходимо на кольца самолеты передние и обратные кресты в общем практически все упражнения там требуют глубокого хвата также магнезия очень сильно спасает при выполнении упражнений и элементов на пальцах целом на месте купил магазин спортивного оборудования для скалолазов там есть всякие такие веревки короче ну и есть магнезия вот такой кубик я купил где-то года четыре назад и до сих пор пользуюсь и еще как дальше 5 процентов помню за расходов так что вещь очень экономная раз купил и на всю жизнь купил я ее за рублей 70 всего лишь вот смотрите глубокий хват да я глубоко прям захватываюсь руки у меня не соскальзывают из-за магнезии поэтому я могу так удержаться и выполнить такие движения со временем на турнике может образовываться слой из пота жира и короче становится слишком скользкий чтобы это не происходило нам нужно иногда проводить такие процедуры во-первых нам поможет наждачка желательно взять мелкозернистую ну и смотрите как это делается совсем удачно покажи мне как я буду чистить просто пройдемся по турнику так не слишком сильно чтобы краску не взбирать например просто так же можно использовать спиртовые салфетки ну чтобы экономно их расходовать сначала смазываем задницу ставим все что нужно а потом уже протираем еще в аптеке можно купить пластырь такой рончиком и намотать его пластырь дает очень хорошее сцепление поэтому его можно использовать главное сделать что все было ровненько после такой обработки турника можно обойтись даже и без магнезии друзья буду рад если вы поддержите мой канал только с вашей помощью я могу заниматься своим любимым делом и делиться своим опытом и знаниями с вами всем кто это уже сделал огромное спасибо также донатором я пишу программы тренировок и консультирую по любым вопросам по подробнее об этом вы можете узнать в описании видео или в описании канала